Утро встретило нас дождем и чуть ли не нелетной погодой. Туманиста. Но так как мы автомобильные, нам это в общем-то по большому счету все равно. Мы в Берлине в аэропорту Шоннефель. Прекрасный лук, да? Наверное так. Начуем в гостинице и отправляемся сегодня уже в Брест. Брест-брест-брест. А напротив вот такой проекционный вывески B&B. Мы в этот раз уже знакомились с этой гостиницей B&B. Резкость не наводится, но ведется вот так вот. Недорогие гостиницы, придорожные мотели B&B. Так, утречко мы на улице, тут дождичек ночью был. Прокат кемперов, кстати, вот кто интересуется. Вот можно прилететь в Берлин, взять кемпер на прокат и покататься по Европе. Неплохая, кстати, мысль. Ну так, на будущее. Выезжаем. Плата 11 евро. Нам обошлась стоянка около этого отеля. Вот. Ну, что было, то было. Вообще еще немцы. Видите, какие интересные народы. У них еще и сиденья на прокатных велосипедах закрыты чехольчиками. Дождик должно быть уютный и чистый. Германия, Берлин. Продолжаем путешествовать. В аэропорту мы находимся, переночевали в гостинице. И бодрые, и веселые направляемся в сторону... Да. И в сторону направляемся Польши. Наша цель сегодня Брест. Ну, Польша и Беларусь. Соответственно, нам надо попасть в город Брест. Так. Сейчас наберу. Итак, мы покидаем аэропорт, гостиницу, где мы ночевали. 105 евро ночь и 26 евро примерно. 18 евро завтрак, да. 11 евро стоянка автомобиля. Подорожало. Раньше стоянка была бесплатна. Но, еще раз хочу отметить, вариант очень любопытный. Если вы попали, ну, поздно приехали и не знаете, где переночевать, вполне можно подтянуться к любому аэропорту, по крайней мере, вот в Европе. И у аэропорта будет так называемая Аэросити. Территория, где находятся круглосуточные отели, так сказать, различного совершенно уровня. Эконом, либо, так сказать, хорошего класса, и так далее, и так далее. Вот. И это вариант в дороге найти себе ночевку. Тут и BNB есть, и всякие этапы есть, и прочее, прочее. Так. Ну, а мы поехали сейчас в сторону Варшавы. Наша цель сейчас Варшава. И уйдем из Германии, по автобану дадим до Варшавы, а далее будем уже проезжать границы. И в наших планах сегодня пройти границу. И в наших планах сегодня пройти границу. Так. Заяхали в Лиду и купили себе припасов на дорогу. Яблоки. Это на вечер. Малины две пачки взяли. Хлебца. Помидорки. Сырки. Ветчина и водичка. Ну, скромненько, но со вкусом. Кратер. Кварк. А, да, еще сыр. Мягкий сыр. Мягкий сыр. Вкусный мягкий сыр. Мидл. Дискаунтер. Дискаунтер. Отъехали пять минут. Аэропорта оказались в ГДР. Смотрите. Девятиэтажки а-ля РУС. Вон там особенно прикольные. Такие прям. Родные. Московские черемушки. Вот так вот. Так что тут городочек рядом с аэропортом. Просто, просто такие такие ГДР. Ветер дует. Протоптанные тропинки. Видите? В Германии вы где-нибудь видели такие тропинки ФРГ? Да мы их не видели там нигде. А здесь тропинки. Людям вот так удобно ходить. Никто тут ничего пока не продумывал. Но что-то здесь уже и появляется и западное естественно. Хотя, хотя, хотя. На самом деле прошло уже 25 лет. Да, очень еще много. Вот еще раз. Смотрите. Тропинки. Вот прям. Вот как Полит Матвеевич говорил с легким паром. Помните? Разрушить-то все быстро можно. А вот вернуть. Иногда же годы нужны. 25 лет прошло. А смотрите. В принципе это вот. Не знаю. Ну ГДР. Вот все равно. Понятно. что мы в бывшем ГДР находимся. Очень простая логика, мне кажется, в этом деле. То, что Европа живет на трудовые доходы. Что зарабатывается и нарабатывается поколениями. Вот здесь был огромный перерыв временной. Ну что, будь здоров, сколько времени прошло. Здесь был а-ля социализм такой. И, собственно говоря, люди-то были оторваны от богатств индивидуальных. То есть, был же строй очень близкий к нам, социалистический. Поэтому личных накоплений было здесь у людей немного. И вот даже 25 лет прошло, никто же ничего просто так не дарит в капиталистическом мире. Здесь все нужно зарабатывать. Вот нужно. И так огромные были вложены сюда деньги. Потому что, конечно, автобаны шикарные, так сказать. И так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, все остальное осталось-то от ГДРовских наследий. И мы это видим. Вот, пожалуйста, дома, девятиэтажки. Ну, получше, чем у нас, конечно. Но, тем не менее, тропинки. Извините, к ним пристал, тропинкам. Ну, потому что просто это говорит о том, что, грубо говоря, стихийно достаточно происходят события. Тут чистенько сейчас, конечно, аккуратненько. Не, в пример, естественно, Москве, но ярко выражено отличие от Европы. Но все равно видно, что это вот... И все равно это с определенными оговорками Европы. Хорошо это или плохо? Мне кажется, это хорошо. Потому что это все равно путь все-таки вот к свободам, к работам и так далее, и так далее. Но то, что это непростой путь, тоже это четко видно. Поколение, целое поколение считает, вот здесь вот, мне кажется, даже здесь, что все равно что-то было не совсем так. Было же богатство, была же богатейшая страна, по их мнению, которая потом... Ну, детский садик. Ну, это как, типа, наш элитный советский детский садик того периода. А это обычный вот ГДРский детский садик. Конечно, это, наверное, все-таки выход. Вот это путь, выход к более совершенному строю. Но халява это не дастся. Просто так на голод не упадет. Вот уже 25 лет прошло. Да, красиво, да, аккуратно, но все равно видно, что это... Впрочем, я стал уже повторяться. Бог с ним с тропинками, бог с ним всем. Некое ностальгическое такое чувство почему-то возникает. Не было никакого в ГДР, но все равно вот почему-то в смятении. Душатка в смятении, вот. Ладно. Бог с ним, что называется, бог с ним. Удачи всем тут и счастья, и богатеть, и совершенствоваться. А мы поехали к себе в Россию. Я же не пытаюсь тут что-то покритиковать. Просто такие свои наблюдения. Вот наблюдения вот такие. Так, задаем Варшаву как новый пункт назначения. Спасибо этому месту. Побывали на экскурсии в ГДР. И поехали себе домой. Ну что ж, молчи, грусть, молчи. Вот она уже современная Германия. Автобан. И мы едем в сторону границы. Сейчас нас ждет Польша. Транзит по Польше. Варшава. Брест. И мы рвемся вперед. Вперед, вперед в Россию. Пора домой. Пора. Две недели. Прекрасное времяпрепровождение. Но мы насытились. И готовы к новым творческим и рабочим подвигам. Стоимость нефти низкая. Курсы там вверх пошли. Ну то есть мы готовы к новым испытаниям. Загорелые, отдохнутые. Вау. Под дождем помолвшие. В горах побывавшие. Вам всего этого желающие. Вот как-то вот так. Почему не даем. Рядом отели. Стекло. Бетон. Тут же девятиэтажечки. Правда, ну, лучшего проекта. Отремонтированные. Тут же тропиночки. Тут же подзамусоренные такие скверики. Объек девочка. Просили, что тут, так сказать, не так. Вообще вот на территории ГДР любопытно побывать всем, у кого много фантазий насчет европейского образа жизни возникает. Я, честно говоря, сторонник вот все-таки европейского образа жизни. Ответственного подхода там, так сказать. Конкурентной среды серьезной и так далее. Я, безусловно, полагаю, что это путь к развитию. Но надо давать себе отчет, что это все не вдруг, не сразу. Германия не сразу строилась, а веками выстраивалась. И вот эти богатства, которые мы вокруг видим, это же накоплено поколениями. А в ГДР мы видели даже дороги проселочные, разрушенные, старые комбайны ржавые и так далее, и так далее. Тоже такой некий а-ля глубинка РУС. То есть чудес тут не произошло в одно мгновение. Дороги действительно, молодцы, центральная власть уже сделали сразу дороги, хорошие дороги. И, так сказать, и все. А дальше люди сами должны выкарабкиваться. Это, так сказать, принцип конкурентной борьбы европейской. И, в общем-то, люди достаточно грустноваты. Сейчас там ходят, пожилые уже люди ходят. Видно, что уже возраст. Жизнь прошла в другой стране. Вот. Но, тем не менее, назад ничего уже не повернешь, да никто поворачивать не собирается. Все путем, что называется. Дорога-то она идет прямо, и жизнь идет прямо. Едешь по ней, руль круглые, колеса круглые. Вертишь, смотришь, на ус наматываешь, в голову берешь. Продолжаем наше путешествие. Еще два дня у нас пути. 1800 километров. Кстати, кто не знал, до Берлина 1800. Ну, как до Екатеринбурга примерно. Так что все рядом, ребята, все рядом, все рядом. Продолжаем. Ну вот, вентиляторы машут нам на прощание. До границы считанные километры. И мы прощаемся на этот раз с большой Европой. Ну, мы остаемся в Европе с точки зрения географической. Даже Польша, это, в общем-то, Европа, да, Евросоюз. Но внутри все равно какое-то ощущение, что мы все-таки покидаем большую Европу и переезжаем в некую другую его часть. Так что поляк сильно не обидит. Вот. Поэтому вентиляторы нам машут след. Попутный ветер нам создают, насколько я понимаю. А мы отправляемся в просторы Европейщины. Ну, восточные Европейщины. Ближе к своему родному, что называется, дому. И перед нами Одер. 35 километров осталось. Мы пересекаем границу и оказываемся уже в Польше. Запас хода 501 километр. В Польше все-таки придется тоже дозаправиться. Но, ну, то, что называется, так уж тому и быть. У нас злотых немного, но зато есть мелкие евро. Это оплата дороги. То есть при оплате дороги в Польше принимаются мелкие евро, бумажные. И их сдачу вам дают злотых. Таким образом, можно как раз проехать по платным дорогам, не имея наличных злотых. Фарензи 489 километр. Окей. У нас есть небольшое количество злотых и не мелких евро. Это полезно их разменять перед въездом на территорию Польши. А бензин будем оплачивать карточкой. Поехали. Река Одар. Граница. Перешли границу над рекой. Бам-бам-бам. Так. И вот, собственно говоря, пограничная территория. Одар. Длинная река. По-польски Одра. Течет и по территории Польши. А здесь проходят параллельные границы. Вот она здесь. Вторая по длине река Польши. Первая. Висла. Висла. Одар. Одар. Одар вот так. Судоходная, судя по той барже. Вот. Так что вот так вот. Там он железнодорожный мост. Здесь, так сказать, открытая граница. Но здесь иногда бывает проверять спорта. Польские. Польские полицейские. Так. Территория Польши. Белый Орел. Граница. Граница. Уже понятно. Все. Мы в Польше. Так. Перешли границу Польши. Настройки. Язык. Дойча пока. Пока. И не в Польский. Повторюсь. Уважение к стране пребывания. Польский. Ну пока молчит. Как скажут, послушаем. Впереди 472 километра до Варшавы.